приветствую всех друзей вы на канале шедерил play меня зовут дмитрий друзья мы продолжаем с вами divinity original sin 2 и в прошлой серии зачистили сразу два храма первый был орочий затопленный и второй ролика нашего бога людей в общем два на так храм орков был я забыл как его звали гарантир или точно не помню в общем два из семи по моему да у нас храма зачищена потому что всего-то семь богов да и значит нам нужно найти еще как минимум 5 на этом острове плюс отыскать александара чем мы собственно возможно в этой серии займемся так как делорус стремится именно к нему но я не знаю делорус очень полезный оказался напарник мой питомец который имеет обалденный урон луком у нее дальние атаки плюс он еще немного маг в общем как собственно и лоуси вместе если бы он навсегда оставить бы с собой я бы был был только счастлив но наверное этого сделать нельзя будет в конце прошлой серии прогулялся по магазинам на корабле и при ну сдал конечно же свою барахлишко и приобрел для фейна один неплохой кинжальчик вот он называется резак две к ловкости принципе было и у старого нашего кинжала который продал его уже нет но здесь было еще во первых урон немножко больше и место для руны и это руна дает нам 1 плюс 1 к оружию 13 урона воздуха плюс 1 к двойному оружию оружию в двух руках руну я тоже кстати купила право право надо покупать если видим сразу же надо хватать и создал вот эту мистическую большую руну грома которая дает такой эффект для нашего фейна ну что куда с вами пойдем лучше давайте думать тут появилась какая-то лунное светилище видимо кто-то нам что-то рассказал давайте направимся к нему это мы сейчас куда смотрим разворачиваемся куда идем не знаю в общем сейчас 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 куда-то выйдем дайте подниматься вверх если тут возможно подняться думаю возможно да мы идем правильно мы идем к лунному светилищу там я думаю нас и встретят слева кстати банда какая-то была можем ее разбить в прошлой серии нам нужно было сделать выбор за кого мы будем за кстати здесь дайте что-то интересное либо будем за паладинов и за этих каких-то магистров либо за представителей черного круга конечно же мы выбрали за паладинов естественно конечно магистры нам особо тоже не нужны но паладины как бы наши друзья и поэтому мы с ними остановились мы с вами остановились на том чтобы умеем помогать и выступать против черного круга значит убивать всех кто связан с ним пошли потихоньку белый гриб будем подбирать все что сможем поднять скелет гнома и быстрое перемещение вот блин а я с начала серии бежал отсюда кажется он совсем рядом был вообще в двух шагах от нас был теперь мы можем быстро переместиться в любую точку нашей галактики берег храм раллика еще и госпожа месть появляется у нас так не забываем нажимать на призрака видение я вижу какой-то тролля его зовут курк мы с ним знакомы случайно были раньше ощущение что с ним знаком 4000 здоровья как он скелет гнома неплохо гнома живут он защищает ход в пещеру но пещеру нам не войти понятное дело пока он здесь вверху еще на мини карте есть кинжал и нюхач это какие то интересные ребята а как нам к ним попасть да запрыгнуть можно злая собака кричит кто-то они едят какой-то они не едят это просто это просто рубин который они отыскали и я бы не прочь наверное им бы обзавестись ну что тролли так понимаю перекрывает вход в лунное святилище нам сначала надо с ним разобраться а потом только пройдем ну давайте попробуем эти хотя бы с ним побеседуем правильно стой мы уже двоих кстати встречали помнить тролль придвигается ближе и буравит вас глазенками воняет от него как отчана с требухой которому мясник забыл на солнце в жаркий день пещеру нельзя интересно почему это покоситься на флаг черного круга неподалеку и спросить что находится в пещере тролль скрещивает руки на груди и трясет башкой я каждый день имею мясо мешок чтобы охранять пещеру а не отвечать на вопросы про пещеру остров меня сильным делает сильнее других троллей иди а то будет больно спросить тролля зачем он охраняет эту пещеру сказано же тебе я пещеру охраняю за мешок мяса каждый божий день новый мешок с вкусными кусками человеке эльфы ящер все вкусно заявить что вы служите альмире вам надо пройти внутрь помнить что вы уже имели дело с его соплеменниками звали крок и марк может он просто поверит вам вам и пропустит да да двое мы их порвали однажды плевать на прочих хилых троллей они слабые и слабее курга никому не одолеть курга не будете пещеры заявить что вы служите альмире вам надо пройти внутрь ась кончай ртом хлопать в пещеру нельзя хе хе ясный черт попробуй показать ему знак одиноких волков тролль какое-то время таращится на вас в полном остолбленении а затем в пещеру нельзя блин ну что будем будем давить я думаю надо лунное святилище кстати не здесь но возможно проходить через пещеру в нее я хочу пройти тролль морщится и сплевывает к вашим ногам из густок слизи с дыней величиной в пещеру нельзя сказать троллю что бы дал вам пройти а то пожалеет сказать что он отлично стережет пещеру и вы непременно похвалите его перед тем как там внутри есть если если похвалим перед теми кто там внутри если только он вон нас пропустит шесть шесть требуется ничего себе убеждение надо качать да нет хотя бы пять получить тролль хрустит хостяшками разминаем мощные кулачищи и что-то рычит кажется сюда нельзя в пещеру нельзя в пещеру нельзя в пещеру нельзя дружище ну я сам туда войду ты ж понимаешь с тобой или без тебя только надо брату отставить интересно он меня с первого раза убьет нет может и с первого а давайте рискнем ребята я предлагаю вам отойти высоты здесь нет поэтому будем драться на одной плоскости что конечно делает троллю большой бонус но мы как то уже с ребятами попробуем прорваться ну давай еще раз раз расставились иногда он на него не действует четыре тысячи здоровья я пошел бой ну что делать как тебя там завалят тролль курк подумай сейчас мы тебя завалим что тут еще у нас есть эти хоть нет с нами они не дерутся ну ладно себя било давай его попробуем что у него там за характеристики во первых невосприимчивость к горению нокдауну окаменение и порчь свалить с ног не получится но это не значит что мы его не можем оглушить правильно он 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 не пострадал вообще он бессмертный восстанавливает здоровье постоянно ни хренаж себе две тысячи четыреста тридцать три здоровье восстанавливает мы его не убьем походу да те тоже восстанавливали на то мы успели шибануть конечно смотри может тебя просто отсюда выбросить нахрен там лава какая то есть нельзя тебя в лаву бросить нельзя а жалко цель вне зоны видимо а может ближе подойти реально слушай но мы его точно не убьем он в шоке конечно но он постоянно лечится ладно давайте наверное попробуем еще с ним подраться а потом тогда уже если что ну ну вот болезнь конечно он восстановил броню он отправил в нокдаун фейна или то не фейн кто это вообще валяется фейна дааааа нам конец ну а че то делать с ним мы опять его в шок отправили но это ж не вариант мы все умрем так я то тут есть но он восстанавливает две тысячи брони это же обалдеть же просто иногда он не работает я подойду ближе конечно но это нам особо не поможет я чувствую могу на фейна бросить броньку немного так ну и как там с ним быть давайте его пригвоздим нет у него броня нет у него брони давайте зишка нет давайте увечья он не может ходить с одной стороны это неплохо с другой не очень всем вдохновление воодушевление вернее слышишь Сибила может ты его шубанешь отсюда нахрен он же ж не убиваем это фактически недопустимая цель почему окружение какое-то увечье оглушение каменная броня не знаю не работает эта хрень не работает у него защита от огня стопроцентная да а у него вообще все эффекты слышите ху-ху он себе наложил сейчас офигенную вещь оглушение один ход кровь тролля постоянно подождите ну какой же способ же был брать у него вот эту хрень кровь тролля когда с первым боролись так и было ну давай так он восстановился и все здоровье это здорово приятель беги наверное отсюда пятьсот семьдесят семь неплохо ты убежал в будущем так же беги ну да он каждый ход что-то восстанавливает так что я могу ему сделать да ничего увечье только сделать мы не уберем у него четыре тысячи за раз это же нереально фейн а в курицу сму а в курицу можно превращать оооо пока физики нет да не выпускать его из облика курицы тогда он не сможет лечиться в принципе вариант у меня много этих штуковин так есть и давай сухожилия теперь всем надо навалиться ребята абсолютно всем рой москитов давай всем навалиться всей всей толпой как можем всеми силами камон есть ну и не знаю это сколько до сто три сто пятьдесят девять сто тридцать сто пятьдесят девять сто тридцать бляня игнорируется давай этим прошу хорош критом есть сибилушка надо добивать пока он петух крит может можно взять адреналин может конечно его швырнуть попробовать а я могу вернуть я не могу а есть лава он смотрите могу могу его отправить туда ладно давайте уже своим сходом его добьем попробуем по крайней мере если не получится я могу его выбросить там есть кусок лавы мы так иногда поступаем с тем кто нам не угоден сейчас все взорвется конечно здесь плохая идея ну ладно пусть горит нет не горит крит 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 спокойно делорус он восстановил здоровье это же здорово все его надо убирать в лаву он восстановил здоровье почти все мы не справимся с таким количеством здоровья даже учитывая то что нас 5 разни если он нокдаун можно было отправить это еще да ну а так смерч это мы били били критом 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 и нихрена не выбили получается да этот парень просто нас сейчас убьет всех здесь вместе взятых так взбивающие не работает шелковая стрела какую-нибудь я не знаю чем его удивить зажечь чарующие стрелы сделать только у него очарование не знаю есть у него защита от очарования каменение нокдаун горения нет очарования можно сделать давай попробуем там правда шанс небольшой что у нас все выйдет хотя попробуем очарован он нам не причинит вреда какое-то время поэтому надо его швырять отсюда правда он сам себя все равно лечит какая разница устанавливает восстановление разрыв сухожилия очарование кровотечение так на один ход всего и что это нам даст ничего особо не даст нужно конечно побить хими-то еще способами ну и куда тут ударить а никуда ты его не ударишь да блин ты не умеешь драться можешь бей 150 а он же свой поэтому и не можем драться ну что ж свыряем его нет или может шок его отправим шок блокируется физической броней 2500 у него восстановилось нет этот бой будет вечным я чувствую этот бой будет вечным этот бой будет вечным да шок блог а это наш шок блокируется магической броней у нас тут 4 петуха вообще то есть могу ударить все и сразу ну а петуха как вытягивание исток у него истока нет 3600 Он же восстановит все здоровье Правильно? Правильно Все и сразу Конечно ему хорошо прорежет Ну блин Давайте Волка еще вызовем Всех вызовем Давай петуха его попробуем На один ход и волка давай сюда У нас тут уже На три человека больше Мы семером его бьем Волк Давай ты сможешь Жестокий укус У меня правда опять здоровье восстановилось Это мелочи Не попадешь Молодец Так и думал что не попадешь Ну был же меч мать твою Вот за таких мелочей хочется врезать этому волку Или себе Это печально Давай ему со спины свою серию Но это все что мы можем Мы ничего не сможем больше сделать Кровотечение 3000 Мы тысячи убрали всей толпой Ну все Курица превратится Он через Шаг Сейчас прям превратится Сейчас опять будет 4000 Да Сибила Ну да Сейчас у него будет опять 4 После нашего хода Он вот так болеет Увечья на 2 хода Ну давай Давай Увечья 1966 Это все что мы могли убрать У него опять 4000 Ядрен батон Вы ну вы издеваетесь Это невозможно А нет Сейчас пошло Смотрите Когда болезнь У него урон пошел Сумасшедший У меня урон вернее Сумасшедший Я его сейчас убью нахрен Смотрите Хорош Тысячу нахрен снял Волк Бьем с всей толпой 2000 осталось Я ничего не могу сделать Вор У тебя петух не скоро еще Ок, сейчас бы петуха отъел Конечно Чарование есть Чарование 3 хода Но он ходить не будет сейчас Я не знаю что делать Он то лечится автоматически Независимо от того Наш он или не наш Ну давай попробуем очаровать Чарование сработало Наш Ну и сон Может быть Все сразу ему На морду Так 5 ходов Давай сверху Раз Триста Это все что мы могли сделать Рой москитов И удар До 1000 Он сейчас опять восстановится Собака Ну давай шлепок Может этим все таки Заражение Так и не так заражение Ладно Давай заражение Кислоту не любит Короче Блин Кислоту не любит Он сейчас восстановится Падаль Ну давай Остановился 3000 И броня Ну тут тебя все ударят Приятел Сам понимаешь Осторожно Нокдаун Ну и смерть наверное Ну что мы Что могли сделали Он практически убил ее Сколько это Три хода Нет Меня надо Петуха превращать Я иду Давай Петуха Охрененный Парень 2000 Что мы можем сделать Да ничего то особо 1800 Кровотечение Петуха у тебя еще пока нет Два хода Ты прыгнул сюда можешь Бери адреналин Куда он делся Мать его Сбросил Как мне бесит эта штука Забыл закрыть все Все Ищите свой адреналин Хрен знает где В какой то книге Забыл закрыть Ушло Все нормально Спокойно Просто одержим Мы не можем ее убить Всей толпой Не можем убить 1600 Еще двушка есть Блин я не знаю Что с ней делать Давай 1400 1400 Ну давай пробьем Может Крит получится 200 1000 Ну Эх далеко Он воскрес 3200 Но это лучше Но это лучше чем ничего Мать твою Мы его практически Убили бы Сейчас Когда он ходит Он ходит не скоро Все в электричестве У нас тут Тролль тоже Хорош Так я сзади Что будем делать Гвоздите Да еле убирается Вообще нереальный Он вообще нереальный Просто 2400 Сейчас волк умрет Ксю Ксю Раз И все Тролль ходит еще не скоро Бьем Не знаю Тролль кур 1960 Все Я больше ничего не могу сделать Ну что Теперь надо подходить И превращать его А тут не подойдешь Со всех сторон Облеплен Давай сюда И превращать его В курицу Сколько мы уже Сытков потратили Куриных Это просто Обалдеть Ну да ладно 1700 Давай приятель Сибила Он не должен Проснуться Сибила Давай Жмем Семи силами Давай Хлыстом Его еще 900 И слепота Он воскрес И у него Опять 3300 Хоть курица Хоть петух Пляха Муха Он неубиваемый Ну ничего ж В нем не сделаешь Хоть толпой Бей Хоть не толпой Неплохо Врезал От души Так Кусай его Он все равно Лечится Нам не хватает Немножко Урона Немножко Фейн У тебя петух Подоспел Я вижу Давай ему Серию В спину Ну и петуха Давай Но это Конечно Не спасет Особо У меня оглушение На один ход Да В принципе Можем продержаться Давай лучше Ты его ударишь Дай наверное Ты его реально Лучше ударишь Инкарнат ушел Нет Инкарнат еще на месте Ну давай Ударю А ты не можешь Ударить Недостаточно Очков действия Что вообще Ничем Как это Ты не можешь Ударить А Три очка Один Ну бросим Хорошо 857 Лоуси Ты же понимаешь Да Что сейчас Надо сделать 711 522 Осталось То чуть Чуть Конечно На самом Тоделе 211 И Чем бы Нам его Ударить На 211 У меня есть На 214 Ну не знаю Получится Нет Можем ударить На О Конец тебе Петя Нет Он жив Замечательно И у него Снова 2200 Но это Меньше Чем Это Меньше Чем Было Жесть Какая Там Поэтому Есть Шанс Мы Добуцаем Сейчас Сейчас На 1000 Меньше Стало Но у меня Нет Элитного Броска Блин У меня Нет Элитного Броска Он Когда Там Ходит Не важно Когда он Ходит Надо Врезать 1200 Волк Волк Не Умирай Только Ты Нам Нужен Сейчас Хоть По 130 Тысяча Осталось Ну что 1000 Снесем Нет Фейн Снесем 1000 Можем Петуха Превратить Но это Нам Ничего Не Даст Сразу Говорю 600 Снесем Нет Больше Нечем Ударить Я бы Упнул Его Чем Небудь Но у меня Нет Очков Действия Ничего У меня Нет Все Лоуси На тебя Вся Надежда 456 Конечно Хреновато 307 Бей Инкарнат Зачем Ты Отошел Назад 25 Осталось Сибила Жми Сибила У тебя Есть Что Небось Физическое Давай Магическое Кажемся Убили Не знаю Как Но мы Это Сделали Всей Нашей Толпой 7 Человек Убивали Троли Предлагаю Всем Вылечиться Пока Не Поздно Вот Это Долбили Парня Чтобы Взять Глаз Глаз Совсем Туцлый Не мигает Это Признак Глубок А Это Волк Ушел Глубокой Депрессии Ну Или Смерти Да Классно Классно Мне жалко Моих свитков Которые мы потратили Было Осталось Три Неизвестно Кого мы еще Встретим В будущем Но бой Был Конечно От души Классно Восстанавливать Здоровье Все живы Никто не помер Волк ушел Инкранат ушел Нам бы лужу Теперь найти Потому что Потерял я Все свои очки Истока Сибилла Да и вообще Как-то надо Восстанавливать Те здоровье Ну что Заходим Я не знаю Что тут Но черный круг Явно Не хотел Чтобы мы Сюда вошли Что и все Это вся пещера Какие-то Капли крови Я пожалуй Возьму И все Пустая пещера С голом Алтарем Как странно Алтарь перед вами Кажется довольно простым Нет на нем Непосвятительной Надписи Богу Или подношений Вы видите Лишь кровавое пятно На его поверхности Вглубление Которое словно Просит чего-то Давайте молитву Прочитаем Но это не поможет Я думаю Что-то сюда нужно положить И тут по-моему Дальше проход Но нам пока сюда нельзя Ладно Нет никаких Больше идей Да Что здесь делать Наверное сюда еще рано Поэтому тролль был Чересчур силен Что это было за пауза Не знаю Наверное тролль Рождался Я уже думал Игра вылетела Смотрите Вот он собственно Персона Можем его кстати Выкачать Выкачать Перед вами стоит Призок тролля Он пытается Поднять Близлежащие валуны До умения Нахмурится Когда рука Проходит насквозь Призок тролля Яростно ревет И машет кулаков Но тщетно Он исчезает Прежде чем успевает Махнуть вторым Дай сюда свой Очко истока Блин Знал бы я Зачем я это делал бы Урод Можно было конечно Выбросануть сюда Там было место В эту лаву И не мучаться Но так было конечно Интересно Тролль курк Пошли вверх Попробуем залезть теперь В лунное святилище Там еще какие то Две собаки дерутся Я прыгану Нет я не прыгану Как мне туда попадать От отсюда надо Заходить слева Ладно А отсюда нельзя прыгануть Лоуси Может ты прыганешь А это кто Сибила Пора объединяться Врось мы не выживем Да нет Тут только обойти Можно с левой стороны Что мы наверное С вами и сделаем Так Это тоже здесь Черный круг Где то обитает Да А вон их толпа целая Что вы тут делаете Ничего себе Это серьезная толпа Сейчас нас будут бить Они какие то магические все Ты служишь королю богу Грязь Сказать что вы служите Служите королю богу Использует интонацию Альмиры Сказать что вы у нее Сложением Убить выродка Давайте Альмиру включим Что такое большое Кто то Двые языки Как это Ты служишь Великой Альмире Черное зеркало Белолики хочет поговорить С тобой Вот возьми Он протягивает вам Зеркало Из чернейшего стекла Загляну в зеркало Стекло кажется черным Сперва Затем его заволакивают Дымкой Как пруд песком Дымка мерцает Сгущается Превращается в лицо Прямо на вас Смотрит мертоно Бледный незнакомец Вы ощущаете Что ненависть Жадность Жажду крови Крови пробуждено Он молчит И одновременно Спрашивает Кто вы Вы отдаете себе отчет Что неверный ответ Вызовет ярость Этого бледного человека Этого белоликого Что ж мне делать то Вообразите Одиноким волком Которому платят За то что он Служит белоликому Сила Заставит себя поверить Что вы служите Альмире Второе Он покупается На это Ух ты И вы мгновенно Понимаете Чего хочет Белолики Голову Александара Отделено Тело И принесено Сюда В эту пещеру И вы так же Понимаете Что он предлагает Быть тем Кем вы пожелаете Кем то новым Лучше прежнего Все ваши недостатки Испарились навсегда Белолики Отворачивается Это все Что сказал Белолики Сказать что Белолики Велел ему принять ванну Сказать что Белолики Поручил убить Александара Это наша задача Мы возьмем Эльфийский храм Как только сможем Пройти мимо Вопящих Ты крадешь Нашу службу Вопящий Сказать что Альмира Благодарить его За предупреждение Кажется он почти готов Агрессивно ответить Но передумывает С удовольствием Слоняет голову Добро пожаловать Госпожа Ладно Пока не будем Никого убивать У них отражение У всех Это этот дает Наверное да Дву языки О Епископ Александар Вот мы его и нашли Так подождите Это получается Сейчас договорился С С кем я договорился С черным кругом Договорился Стоять Что то есть Дух паладина Храм должен стоять Храм должен стоять Храм должен стоять Спросить Устал ли храм Мы их сдерживали Мы их сдерживали Мы их сдерживали Александар был спасен Блин Может мне надо было Сторон Александара взять Извини Я поглачу Твой исток Храм должен стоять Погоди что Не обращай внимания Прости что так С паладинами Происходит Но Надо Вопящий Где что то Александар то Он уже здесь Вопящий Вопящий Как мы их там Пожирали Их тут Кстати Несколько Пожирали мы Их разными Способами Слушайте Захватили Эльфийскую Эту Штуковина Я не знаю Что мне сейчас Сделать Я в принципе Не хотел за черный круг Выступать Мне либо этих Надо разбить Было Либо Александара Александар что теперь На нашей стороне Что ли получается Глядет из чеков Живого персонажа Или трупа Чеков Истока Живого персонажа Или трупа Мертвый паладин Недопустимая цель Цель слишком далеко Да понятно Это понятно Я вот не помню Как я с ними боролся Благословение Вот это ж по-моему Да Мы убивали Этим Заклинанием Ладно Бор давай Действуем Впоследствии не знаю Но у тебя такое тоже есть Я знаю Пошел Как тут скрыться Как тут скрыться Я не помню Как скрыться О Шел Тут обойдешь Тут перепрыгнешь А и тут Такое же Чмо сидит Ясно А так и тут же Наверное Такое же Чмо сидит Замечательно Меня сохранили И так Помочь Александару Слышите А тут столько Квестов обновилось Захватчики Белолики Белолики Расскажет Как вам войти В Академию Если мы принесем Ему голову Александара Белолики Поэтому надо прыгать Аккуратно Вот сюда Ничего тебе Не будет А ты можешь Шибануть Да Нет Ближе надо Блин Ну прыгай Ну прыгай Тогда сюда А там еще один Есть что ли А это кто Рыцарь Тернер Тернер Понятно Так Ну еще раз прыгнем Это враг или друг Хрен его знает Давай убиваем Это Да Плохая идея Была Весьма Плохая Ладно Плохая Плохая идея У меня он еще поговорит С Александаром Что он мне расскажет Интересно Белолики Это понятно Что он сказал Мы тут всех убедили И он меня И он поверил Что я с Альмирой связан Осторожно Вопящий Да я понял Что у тебя тут Вопящий Ну тогда прыгай Прыгай А как же Что меня увидел Ну ладно Я то сюда Всю толпу Притащу Сразу Это понятно Без проблем Щипадем Какой то есть Напутали Тут так напутали Появляться нельзя Да Вопящий Сразу Шабанет Правда Не факт Что сюда Меня пустят Ох Тут медведи У них Жреца Дюны Фига себе Тут у вас Понастроено Еще какие то Фигни Да Александр Спрятался Неплохо Где 10 тысяч Очков Храм Тир Ну появляйся Не знаю Ты Не похоже Что ты Черная Круга Назовись Скажите Эльфу Что вы Из Пробужденных Пришли Требовать Чтобы Потрогать Черное Зеркало В кармане Объяснить Что у вас Дело К Александару Так Подождите Дело К пробужденному Глубоко Посаженные Золотистые Глаза Эльфа Расширяется Он Признает Вас На губах Мелькает Загадочная Улыбка Затем Он Разражается Хохотом Боги Выбрали Тебя Своим Бойцом Костяной Набор Второй Свежести Беги Домой Крошка Пробужденная Здесь Тебя Ждет Только Смерть Резко Ответи Что ваши Кости Повидали Больше Чем Ся Его Раса Месяц Взятая Вы Раздаете Ее Как Муху Если Он Вас Не Пропустит Много Болтаешь Юны Пробужденная Вижу Только Тявка Шапку Ты Недостой Этого Храма Уходи Беги Домой Сказать Эльфу Что Вы Побывали В Загробном Мире И Вернулись Чтобы Попасть Сюда Он Даст Вам Дорогу Или Вы Убьете Его Да Будет Он Проклят Бросится Вперед Стремительно Да Ладно Ты Один Здесь Вообще Эльф Прекращает Смеяться Теперь Его взгляд Совершенно Серьезен Отлично Пробужденный Должен Уметь Настоять На своем Слишком Многие Бывают Не готовы К испытаниям Что ждут Впереди Можешь Проходить Тебе Здесь Ничто Не Грозит По Крайней Мир От Меня Спросите Эльфа Что здесь Происходит Ведь Остров Захвачен Черным Кругом Остров Захвачен Не весь Этот Храм Держится Другие Боги Явно Оказались Слабее Чем Тир Ценделиус В его Оплоте Черному Кругу Удачи Нет Они Не Убивают Пробужденных Но Вздох Но Не Отступаются Теперь Рыцари Пробужденные Прячутся За чудищами Привязанные К столбам Вы Ощущаете В кармане Тяжи Черного Зеркала Спросите Нет Ли Тут Поблиз Александра Ладно Что Он Здесь Делает Вообще Эльф Поднимает Кустистые Брови Требовать Можно Тех Кто Ниже А Я Равен Тебе Пробужденный Было Время Я Стоял Там Где Ты Сейчас Избранник Моего Бога В битве За Божественность Воспытания Меня Не Убивают Но Я Не Побеждаю Другой Становится Божественным Я Остаюсь Служить Ирцинделлиусу И защищать Его Избранных Вы Ощущаете В кармане Зеркало И что Дальше Спросите Как Вам Обрести Божественность Рыцарь Не Пристала Говорить О таких Вещах Мы Некогда Шли Тем Же Путем Тебе Придется Открывать Его Самостоятельно Как Это Делали Мы Обратись Богам Только Они Смогут Наставить Тебя На Путь Вы Ощущаете В кармане Тяжесть Зеркала Александр Здесь Да Он Здесь Какое-то Время Расположился На верхнем Уровне Моего Храма Вместе Со Своими Войсками Он Не Тот Пробужденный Какого Я Ждал Отважные Войны Редко Тащат За собой Армию Или Вопящих Чудищ Привязанных Столбам Небрежно Один Пробужденный С другим Это Дело Божественное Вмешиваться Нельзя Ну Отлично Иначе Можем Его Убивать Если Надо Будет Святая Ручная Граната Можно Купить Деньги Есть Отлично Небольшой Бизнес Не Помешает И Не Оставь Ведь Тебя Ралик Своей Защиты Так Вопящие Это Все Еще Висят Это Конечно Все Хорошо Но Вопящие Это Все Еще Висят Сейчас Мы С толпой Конечно Сюда Медведь Идет Вумера Сейчас С толпой Сюда Конечно Подтянулся Хотя Какой Тут К Желтому Да Толпа Телепортируемся К Желтому Да Как Ж Им Пользоваться Все Мы Все Вместе Мы Снова Команда Парня Правда Вопящие Не тронули Делорус Это Место Очевидно Превратили В крепость Тут Наши Пути Расходятся Вероятно Спасибо Тебе Я Прослежу Там Где Чтобы Подвиг Пирса Был Занесен В анализ Его Не Забудут До Встреч Мы Простились Парнем Да Надо Было Сюда В последнее Время Приходить И Он Нам Подарил Лук Делоруса С ним Конечно Было Весело Ну Ладно Как Получается Так Получается Надо Было Сначала Все С ним Обойти А потом Уже Только Сюда Возвращаться Ну Как Есть Не Поделаешь Зато Он нам Лук Подарил Какой Зачем Он Нам Нужен Намного Он Мощнее Ну Да Три Ловкости Восприятие И дальний Бой Шестнадцатого Уровня Меткий Выстрел На атаке У нас Есть Чуть Чуть Лучше Тут Руну Еще Можно Ставить В общем Фишка Руну Ставим Как Нибудь Но У меня По-моему Нет Наличия Что Она Дает Интеллект О То Что Надо Интеллект Добавили И Плюс Тринадцать Урона Огнем Здорово Тебе Интеллект Как раз И нужен У нас Еще Лекарь Не забываем Так Знакомое Лицо Квест Выполнили Помочь Александару Обязано Острово Есть Вопяще Значит Магиста Где-то Неподалеку Белоликий Захватчик И Помочь Белоликому Знакомое Лицо Закрыто Мы Проводили Товарищем В Альфийский Храм Ладно Мы Лишились Напарника Но По крайней Мере Он Не Погиб Где-нибудь В Пещере С одной Стороны Это Неплохо Сейчас Я с Медведем Поговорю Что Нет Давайте Сначала Ладно Давайте С Медведица Смотрит На Вас Очень Серьезно Она Широко Раскрывает Пасть И Демонстрирует Клыки Потом Прокашливается Можно Я Спрошу Философский Вопрос Сказать Что Попытаться Она Может Но Великой Мудрости Вы Не Обещаете Ну Ладно Если Дерево В лесу Упадет А везде Вокруг Туман Смерти Кому Не Плевать Подсказ Герой Вы Видите Что Ей Плохо Спросить Что Причиняет Ей Боль Давайте Так Я Сбежала Много Других Нет Даже Заорать Не Успели Сказать Влажное Проникновенно Губа Подрагивает На медвежьей Морде Это смотрится Впечатляюще Она Пытается Сдерживать Слезы Мне казалось Всем плевать Я думала Не наплевать Только эльфам Медведям Это внушает Надежду Вот прям Очень внушает Шмык Она Со вздохом Отворачивается Ну Ладно Поговорили Здорово Это что за фигня А что Это реально Так Стул Мм Это стулья Так Все это конечно Хорошо Если бы он Вопящих Поговорим с Александаром Не знаю Какой разговор будет Может это будет Смертельный бой Так так Вот 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 я понимаю У кого хороший вкус Что там с тобой такое Призрак какой-то Купец Трейди Стул Нет давайте Ну ладно Давайте сначала К Александару Потом обойдем Всех остальных Потому что я не знаю Что тут будет Александар Рушка Жрица Дюны Куда ж тебя засунули То тут Завлудший рыцарь Минутку Я ищу Александара Вы мне пока не интересны Невероятно Какое сооружение Я думаю Я думаю Нигде в мире Такого уже не строит Никому больше С тех времен Когда Люсиан Травил эльфов Туманом смерть Блин Сколько тут народу Даже грибы Растут Александар Мы уже близко Я подумаю Что делать Но ничего не обещаю Упс Пробужденный Мать Древа Призываю тебя Следуй за духом Збери сердце Древа Мать ждет Начинается Что Мать Древа Что надо Вообще Рассказывать Тех Я вообще-то Александара Меду Жрица Эльфийской храме Отправила нас К подпрыску На вершине дерева Сохранение Чтобы у меня Творили Видите Чего-нибудь Непонятного Здрасте Александарушка Какая встреча Здрасте Я отрежу тебе голову Искатель Раждамисти Магистр Роу Отставить Магистр Роу Клинки в ножны Гаррет Я наносит тебе Большую обиду На меня обманывали Я был слишком слаб И наивен Чтобы это понимать Александар протягивает Гаррету руки Меньше лежит На ладонях Плошмя Это жест мира И доброй воли Окликнуть Гаррета Александар прав Он уже не тот враг Какими его считали Искатели Все поменялось Но в принципе да Они же теперь Видите Выступают против Черного круга И белоликого Закричать на Александара Пусть объяснится Трудно сказать Что ответил Александар За странным смехом Гаррета Его не слышно Пробужденный Ты пришел Узреть смерть Высокородного труса Как удачно Можешь рассказывать О еще одном Блудном сыне Люциана Этот слезняк Оправдывает Свою жестокость Неведением Он ждет Что я прощу его За все Что он у меня Отнял За всех павших Искателей Друзей За всех убитых Пробужденных За моих родителей Он мне это ответит Вернее Он мне это говорит Когда их плодниет Могила Что я выкопал Своими руками Я не забыл Ничего Александр Ты грешник И все же боги Допустили Чтобы мы Страдали За это Я прикончил бы тебя Сто раз подряд Если бы мог Вам необходимо Получить ответ Если Гаррет Станет у вас на пути Он тоже пойдет Подожди Потребовать Чтобы он уступил Поиски божественности Важнее У детского желания Отомстить Успех Гаррет смотрит на вас Потом на Александра Он прикусывает Нижнюю гугу Пока не начинается Щиться кровь Тишина становится Все более напряженной Но ни Гаррет Ни Александр Не двигаются с места Ты не Дамиан Ты не Дамиан Дамиан Мои грехи Столи же тяжелы Как и твои Александр Но я был слишком Слеп И не видел этого Это все Твой отец Ты смог простить Александра Когда у меня Это не получилось Пробужденный Надеюсь ты и ко мне Проявишь ту же доброту Увидимся на борту Госпожи Мести Когда придет час Вера 50 тысяч За жажду Мести Мы Мы не убили Александра Но срезали неплохо Опыт Я вам скажу Нам удалось Убить Гаррет Он будет ждать нас На госпожи Хорошо что убеждение было Сейчас бы его пришлось Убить бы походу Да Ух Надо качать Срочное убеждение Это один из самых важнейших Параметров Вообще В истории Ну что Теперь с магистрами Будем объединяться Походу Но мы в принципе С ними как-то И не особо Конфликтовали Даже Ну бывало Там терки небольшие Ну здрасте Ифан 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 Бен Мест Мой убийца Александр Александр По той же По той же причине По которой Мы с отцом Делали все остальное Чтобы защитить этот мир Ибо в том и заключается Предназначение божественного Спасти весь ревелон Ценой малой его части Да любой божественный Поступил бы так же Если бы речь шла О спасении всего Гордись что мой отец Избрал тебя Свою правую руку Он знал что ты справишься Но он знал и то что ты Оступишься Если открыть тебе истину Он хорошо знал И тебя знал Ифан Он смотрит на вас хитрецой Александр никогда не умел Устаивать Утаивать свои чувства Вот и теперь Его эмоции можно Читать как открытую книгу Он явно припоминает разговор В котором была избрана ваша судьба Вы понимаете что он говорит правду Это необходимо было сделать Тут двух мнений быть не может Так Стиснуть зубы Покачать головой Геноциду нет И не может быть оправдания Склонить голову в душе Вы понимаете Таково тяжелое бремя власти Ну не знаю Первый этап бой И последний этап бой Ну давайте первое Попробуем стиснуть зубы Мне очень жаль Что ты так это воспринял Ифан Тебя не воспитывал мой отец Иначе ты бы понял Жизнь одних Ничто по сравнению с жизнями всех Вот истина Ифан Я сын Люциана Я пойду абсолютно на все Ради высшего блага Ничто не остановит Меня я стану следующим Божественным Только через мой труп Сказать раз Заметить что он не единственный Пробужденный кто может вознести С чего он решил что у него больше прав На божественность чем у остальных Так Я был рожден для этого бремени Пока отец был жив Он воспитывал меня Чтобы я мог занять его место И говорить от лица богов И смотри не ошибись Божественность это бремя Не награда Кто угодно может считать Что справится с ответственностью Но только я способен принять ее на себя Сказать ему что он заблуждается Сами действия он уже доказал Что не может быть божественным Взяться за оружие Потребовать чтобы он Рассказал вам все что знает о совете Давайте сначала узнаем о совете все Или что Твои угрозы ничего не весят Но ты в отчаянии готов к нам все это очевидно Постарайся стать полезным И я помогу тебе пройти в совет За это ты убьешь предводителя черного круга На этом острове Такова моя цена Согласиться помочь спросить Что ему известно на главе черного круга Спросить а почему он сам не расправится С главой черного круга Действительно Ты всерьез полагаешь Что будущему божественному Стоит так к собой рисковать Кроме того Это тебе нужна помощь Так направь свои инстинкты убийцы На общее благо Сказать что произошло между ним и Долис Что произошло Ее подручный Вредеман Притворялся будто способен научить меня Как овладеть силой пробужденного Но все это была ложь Они пытались мне помешать А не помочь Пока Вредеман откликал меня Долис принялась Подминать под себя Орден Я явился к ним Вернувшись из черного эха Эта парочка попыталась Меня прикончить Очевидно Они работали на черный круг Их задача была Помешать моему вознесению У них ничего не выйдет Я знаю что нужно делать И со мной славные Верные магистры Паладины Они помогут мне И будут со мной до конца Сказать что вам нужен совет Знает ли он как туда попасть Скажет что ничего пока не решено Кто угодно может стать божественным Раньше него Прорычать что Он и без того Причинил неисчислимые страдания Своим гонениями на колдунов истока Ну давайте Второе Кто-то вроде тебя Да ты ведь не знаешь даже Как попасть в совет Иначе с чего бы тебе до сих пор Здесь торчать Лишь у меня достаточно воли и силы Чтобы сделать то что должно было сделано Теперь надо мной больше не властны предатели Далис И вреды ман И путь свободен Сказать ему что он заблуждается Сами действия он уже доказал что не может быть божественным Не горжусь Да я всю жизнь все отдал ордену Священный долг божественности я приму С подобающей серьезностью И не потерплю пренебрежения от какого-то убийцы-перебежчика Не обманывай себя пробужденный Мне не нужна твоя помощь Я так войду в совет когда буду готов Но ты в отчаянии готов на все Это очевидно Постарайся стать полезным И я помогу тебе пройти в совет За это ты убьешь предводителя черного круга И на этом острове Такова моя цена Так 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 Ну давайте Можно в принципе не убивать ни того ни другого Видите И попасть в совет третьим способом Ну давайте примем сторону Александара Это лучше чем черный круг Для меня Его называют Белоликим Мой отец сражался с ним во время Великой войны Отвратительное создание Мастер иллюзий Срывающийся в тенях И направляющий других выполнять свою волю Александр извлекает на свет старый куколь И в полголоса произносит заклинание Что это за фигня Ткань на миг вспыхивает голубоватым сиянием Которое тут же угасает Он протягивает куколь вам Или куколь Мой отец создал особые чары Чтобы противостоять бою Белоликому Куколь пропитан сам моих сутью Надень его и ему придется себя проявить Ух ты Если все получится Возможно тебе удастся присоединиться ко мне в совете Тогда и решится все раз и навсегда Кому быть божественным А кому нет Так Будущие роды эльфиска Сколько все по она обновлялась то Если мы убьем предводителя черного круга Александр поможет нам проникнуть в совет Александр выдал нам накидку Которая рассеивает иллюзии С ее помощью мы сможем найти логово Белолика Мы так его уже нашли Я так понимаю да Или нет Тролль защищал какую пещеру Не знаю Надо будет сходить туда Положить А может там откроется проход теперь Меня обманом заставили отправить эльфов Александр ни о чем не жалеет Отравить эльфов Меня обманом заставили отравить эльфов Александр ничем не жалеет Будущее рода эльфиска Александр считает что уничтожение эльфов с помощью тумана смерти было необходимо Люциан пожертвовал имя что одолеть черный круг И спасти все народы Эревелона Самое главное что эльфы его приняли После того что он сделал И он сидит у них на базе Ладно Давайте осмотрим это место В общем В общем он мне дал какую-то фигню Тут еще эльфы от меня что-то хотят Интеллект плюс 2 20, 140 Капюшон истинного зрения Развеять иллюзии Как не смешно Из-под капюшона видно лучше чем без него Ну неплохая вещь как для того кто владеет интеллектом Тут и интеллекта дает шляпа А тут пирокина этика дает 140 Ну конечно он получше будет Развеять интеллект 2 на 1 меня восприятие гидрософистика и геомантия Геомантия не нужна Восприятие 140 На 100 броня Магическое улучшится А у тебя Интеллект плюс 2 Даст Давай наверное тебе лучше интеллект повысим Подруга И развеять иллюзии у тебя появилось Не знаю куда она у тебя тут добавилась Вот сюда она добавилась Ладно Ладно развеем мы иллюзии Мне кажется надо к пещере сходить Она как раз вот здесь Ого Это бутылка Ну а люблю такую бутылку Мне тебе нравится с некоторых пор Так что мне эти еще сказали На какое дерево мне залезть надо На какую вершину мне залезть надо Эльф и чумат мне надо Жрица в Иршевском храме отправил нас к отпрыску на вершину дерева В каком? Магист Роу Здрасте Держи руки на виду Мы отвечаем за епископ Александара Мы на все пойдем ради него Паладин Адлард Веди себя правильно незнакомец И слушай что говорит божественный орден Здесь и паладин и магистр Служат Александару И ты тоже будешь служить ему Что я тебя купить можно? Понятно Грязная посуда нам не нужна А еще вверху стоит Нет ну конечно бой бы был Веселенький Но с белоринким я думаю Тоже будет веселенький Судя по уровню этих ребят Там тоже будет все хорошо Я когда первый раз тебя заметил за вопящими Думал подкрепление подошло Спросить кого он ждет Собратьев магистров из Дриффуда Преданных епископу Стэнли Возможно Бранта Конечно надеялся еще что Харик прибудет Очень она мне нравится Харик Да Мягко сообщить ему о том что друзья его не приедут Они погибли Щурится кто это сделал Сказать ему правду Их прикончила кухарка из Таверны Поклясться что правосудие настигло ее Это ужасный безбожный мир Чем скорее Александар займет место отца Тем лучше Он сплевывает через парапет Качает головой Поражаясь куда катится мир И вновь встает на свой пост Да было дело у нас С кухаркой помните Которая травила магистров Давайте с этим поговорим Такой маленький диалог А несет Воспоминания Ностальгии Проявил уважение К будущему божественному Незнакомец Или мы его Тебя вобьем Силой если надо Я ножом у тебя в глазницах Вырежу имя Александара Вас всех Вера зовут Или что такое Что это за слово Вера появляется Постоянно Ладно не важно Ну куда пойдем Кстати Белка что-то хотел сказать О великан Решил обратить внимание На своих спутников Объяснить что у вас Остались вопросы Все понятно Тут диалогов нет Мы пошли наверх Дерево Наверное про этот верх Дерево не говорили Лисичка Можно тут магию использовать Александр Ты еще вопящих бы Убрал бы А то мне выходить Отсюда как-то Не очень весело Подожди Как сюда попасть Не достать Ха Вот есть сундук А че ж не достать-то Ну ладно По-любому Какой-то есть ход Наверное Кто-то прыгает-то Недалеко Бери прыгай Можно Есть там пара точек Ну Конечно Такой своеобразный Но все же Все же приятно Как мне теперь слезть Здравствуйте И в горячем молиться Глаза его крепко зажмурены Скоро Тирценделиус Даст нам силу Сокрушить круг И всех наших врагов Сказать ему Что он прав Сказать ему Что скоро появится Некто еще сильнее Чем Тирценделиус Александр не вознесется Не обманывай себя Он мной закрывает глаза И возвращается К молитве Ну Александр Может и не вознесется Мать древа Призывайте Пробужденный Мать зовет Сберись к сердцу Кумана К сердцу А вот сюда Наверное Тут смотрите Можно Энергии попить А Ну да Это сердце Или Или что это у вас тут Мне как раз бы Не помешал Один глоток Да Здесь сердце Какое-то есть Пойдем Отлично Энергия источника Да Можно сюда забраться Никто не против Давайте это сделаем Что там за квест Непонятно Ё-моё Десять тысяч Новый уровень У меня Мать дерево Че надо Мозвездную травку Это стоит взять Какий рогатик Какий медузник Мать Ты плоховато Выглядишь Ты такой Изъема в сердце А она же Шельфийка Тоже Я забыл Съявила шельфийка Поэтому ей тут Рады Надо было ее Сюда засунуть Ее сразу пропустили Она что-то пытается Говорить Ой Ничего Что тут ваши Цветы Ру Она красная Нельзя с ней разговаривать Да Эльфийский отпуск Минутка Тут просто осматриваюсь В общем Вызывали Говори Че надо Я отпрус Матери Древа Ее сердце Говорит Моими устами Это отпрус Матери Древа Позволь мне поговорить С ней Пожалуйста У нас с ней Есть дело Давай Матери грозит Опасность Тене хочется Занятия Предстоит избавить Нас от этой тени Принц Теней скрывается На этом острове Желает нас Всех погубить Он мастер Дома теней Он дышит Самым ужасом А ты знаешь Его как хозяина Сибила Пришла пора От общения Ты должен Пресечь его дыхание Затем принести Мне его сердце Где он Он ведь Ящер Не сомневаюсь Он подползает К храму Своей чешуй Частой богини Берегись Ибо он несет С собой тени Ладно Мне убить надо До какого-то Мать древа Цароубийство Эльфийский отпрыск Просит нас Убить Принца теней Отнести его сердце Матери древу Стоит ли этого делать Лоуси Мать древа Просит Сибилу Убить Принца теней А причем здесь Лоуси А Сибила Правильно Это квест Ее личный Понятно Продолжается Ладно 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 У меня уровень повысили Все что ли Можно валить Храм ящера Теперь только найти Надо будет Где-то Где-то на острое Сибила касается Вашей руки Смотри Это же Сахейла Где А сзади стоит Сибила Я так рада тебя снова видеть Мне нужно поговорить с тобой Это очень важно Наконец-то я вижу ясно Я знаю что нужно сделать Мать больна Она слаба Хватка ее слабеет Удар в сердце Это ты сделала ее такой Ты убила ее отпрысков Ты сильна теперь Сибила Ты первый отпрыск Ты пробужденная Это уникальная возможность Невозможная ныне Возможно Убей ее Освободи нас от ее тирании Прошу тебя Закончи то что начала Еще одна смерть Ты должна нанести удар в сердце Сделай это ради меня Ради всех нас Освободи нас Ты хочешь убить мать древа? Как же ты переменилась В нашей последней встрече? Знаю Но теперь когда она слабла Я смогу сказать правду Мать стоит на пути прогресса Мать разлучает любящих Мать запрещает Мать приказывает Мать плетет интриги Мать хочет мести Она пуста Но все эльфы хотят жить Знаю что могу на тебя положиться Сибила Ибо ты ценишь свободу Превыше всего Ты должна взобраться По храму К сердцу матери Затем уничтожить его Свободи Сибила Свободи всех нас Ничего себе поворот Будущая рода Альфийского Че тут все жестоко Мать древа Попросила нас Высветить принца тени И жрица Альфийского храма Удар в сердце Либо Либо одну сторону Выбираем Либо другую Ну как обычно Чтобы освободить эльфов Сахила хочет убить Мать древа Станет ли мы Помогать ей Либо принц тени Либо мать древа Ладно Мы подумаем Над этим вопросом Че ты там за алтарь Ладно Приближается момент истины Верно Скоро все решится Во поворотище Кого ж мне выбирать То здесь А вдруг я поступлю Неправильно Слышишь Альфийка Там такое творится Да я там уже был Че такого Там не нашел Так ладно Кто-то со мной еще Хотел поговорить Ты Привет тебе Взыскующий Я служу Тир Ценделиусу А ты Сказать что вы Были Принесли Что вы принесли Обет им всем Если бы смогли Их найти Солгать Да ничего не Я человек Короче Ты же знаешь Ралик Я исцелился Я исцелился Он утешил меня Ласковыми речами Я исцелился Он может сделать То же самое И для тебя Если захочешь Когда ты потерпишь Неудачу Сказать ему Что вы не настроены На поражение Спросить Как можно избежать Его ошибки Я помолился Сражение Если это поможет У меня есть Много чего Интересного Вихрь стрел Дальнозоркость Пушечный выстрел Стрелы стихий Первая помощь Ответный выстрел Пригвоздить Это все Мы имеем Уже все Давно куплено Таран Блиц Атака Шквал ударов Гущая битва Гущей битвы По-моему у меня нет Или есть Есть Провокация Преодоление От этого у меня нет Если ваша физическая броня Вышит Чему врага И у вас физическая броня Уничтожается Есть Я это тоже купил Вызова нет Вот этого нет Отмечает выбранного противника Если цель умрет На ближайшие два хода Вы будете исцелены Получить бонусы К урону и броне Если цель выживет Бонусы получит Она А вы получите урон Ну тут рулетка Рикошетный щит Сокрушающий удар Ангел-хранитель Имеется Смерч Тоже имеется Что у тебя есть Тут с оружием Расскажи мне Это посол Злой топор 53 62 Одноручная Плюс 1 И не дает силы 57 60 Поинтереснее Две силы Две силы Уклонения Но это все такое Надо Понятно все 3 стрелы еще Можно докупить Очарование Ладно Мы и так их найдем Лоуси Подешевле мне Скидочку Пожалуйста Отлично Я это куплю Потому что у меня Такого нет Отлично Спасибо Так Дайте Это заберу Еще какая-то Ведьма Стоит О Тут проход Даже есть Здрасте Ну да Альпийский Жрец Истолмулиц Скажи Что нам Делать Бесстрашный Тирцинделиус Черный Круг на Пороге Все же Они Страшатся Нас Я знаю Они боятся Того Что мы Есть Они боятся Эльфов Так Давайте С этой Бабушкой Поговорим Кто это Жрица Дюна Жрица Вас не замечает Она молится Горячо Отчаянно Молится О Великий Дюна Спаси Чад своих Убереги Нас От пустоты О Великий Дюна Спаси Чад своих Убереги От пустоты О Великий Дюна Ого Какой Выбор Для Нашего Вора Сонные Руки Наносят 156 У меня Такой Есть Уже Конечно Все же Это все Выучить Так Адреналин Ну ладно Давайте Пробежимся Может Что-то Нет Чего-то Нет Вот этого Нет Заводная Игрушка Призывает Механического Бомбиса Который Может Зарваться О Это С первой Части Вещ Это Вещ Реально Крутая Там По-моему Курица Была Из Первой Дивинити Была Добивающий Удар Наносим Это Все Есть Да Вот этого Нет Ужасающая Жестокость Удар Кинжалом Который Наносит 172 Фишеского Урона И вызывает У цели Кровотечение И ужас Ого Давайте Это Купим Грязный Прием Это Все Имеется Что Еще Тут У вас Есть Продажи Всякие Лапки Хренапки 6 Воскрешения Лучше Петуха Были Вот Это Каменный Выброс От Персонажа Во всех Врагов В пределах Досягаемости Улетает Камни Полный Нефти Который При попадании Создает Нефтяные Поверхности Геомантия 5 8000 Стоит Нифига Се Цены Ладно 15000 Сдаем Лоусис Есть Что Продать Блин Если Есть Что Продать Ну Опять же Блин Давай Лоуси Скидка Будет 12000 На вещи Прикольные же 12000 Ай Ничего Сейчас Мы еще Продадим Кое Чего Здесь У нас Торговля Идет Полным Ходом Фень Давай От Эти Ссякие Щиты И все Что У тебя Есть Надо Продать Давай Лоуси У нее Лучше Цены Так Все Больше Ничего Наверное Нет А Лук 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 Тоже Хорошо Пойдет У меня Лук Едешь Ее Старый Ну И все Магическую Фигню Можно Продавать Хотя У нас Могут Убрать Эту Иллюзию Вечерние Перчатки Копье Ящера Да нет Много Чего Есть Металлический Посох Че Я Это Все Таскай С собой Вы Не Знаете Стой Очищение Откуда Ты Его Взял Чуть Чуть не Выбросил Посох Из Пролога Это Подобрал Видать Как раз Для Вопящих Надо Их Несколько Смотреть Вот Здесь Они И Появились То У нас Дневник Черного Круга Ну Ладно Пусть Полежит Да Их Много Чтобы Мы С Вопящими Могли Драться Поэтому Не Спеши Все Продавать Все Что Видишь Это Нам Еще Пригодится Так Фейн Сибилы Ничего Нет У нас Фейн Ты Все Сдал Тяжелое Лоу Сейчас Будет Торговать Сибилы Есть Что Тяжелое А Руку Надо Было Сесть Паладина Но Мы Это Сейчас Сделаем Это Что Жезл Старейшины Интеллект Плюс Три Неплохой Жезл Все Это Не Продается Не Знаю Почему Мы Так Не Смогли Это Продать Можем Продать Конечно Лоуси Но Она Его Не Сможет Продать Не Это И Не Это Зловещая Стража Ладно Это Пусть Остается А Это Что За Фигня Стиратель На Кой Ни Нужен Продай Ты Его Знание Легенд Но Этот Может Еще Пригодится Вовшебный Дай Его Так Бабка Давай Свой Магазин Жрица Вас Не Замечает Там Молится Горячо И Отчаянно Так Лоуси Сбрасываем Все Что Есть Вечерние Перчатки 33 Нормально Всякая Хрень Очки Для Движения 75 Точность Это Тоже Можно Продать 2500 Свой Старый Лук 3200 Металлический Посох Обычный Непонятный Мяч И Истиратель Тоже Можно Сдать Итого Мы На 4000 С вами Натаскали Легенда Семерых Легенда Семерых Это Тоже Давно Уже Пора Сдать Как Я Собственную Энциклопедию Хуберта Не знаю Может Это Стоило Собирать Крик Укти Обмана Шептун Трава Зачем Они тебе Нужны Потому что Я Все что-то Еще Сюда Сбрасывал По-моему Да Ладно Потом Досдадим Если что Давай Деньги Назад 47000 У нее Ничего себе Бабушка Нормально Все чувствует Что это Дает Кожа Медузы 20% Урона Хорошая Так 4000 Вернули И заодно Карманы Почистим Это надо было Сделать Хорошо Бапящих А это Еще кто Че-то Я тебя не увидел Ящер Монах Ты был в храме Зорлстисы Живы ли там наши рыцари Живы избраны Боец Зорлстисы Сказать ему Что храм держится И все хорошо Пообещай смотреть В оба глаза Если вы там окажетесь Боюсь что все не погибли Но спасибо тебе за доброту Я буду молиться За твое спасение Из-за них Он опускает голову Закрывает глаза И начинает беззвучно молиться Мы разберемся С этим Пошли посмотрим Что там еще стоит Запахан Вообще-то Два еще Варианта есть Можно сюда пойти Можно туда Надеюсь Мы с вами Пробегали уже Купец Джоу Бон Покупатель Может поможет Поторговать Подыскать Что-нибудь Для защиты Своей Он сладострастно Облизывает вас Вглядом Так что Мурашки бегут По коже Чего Бородин что-нибудь Уязвимой Плоти Посмотреть товары Этого существа Заметьте Что вы никогда Не встречали Таких как он Спросите Откуда он родом Из дальнего края Минуемого Немезидой Не сумел устоять Перед привлекательностью Этого мира Сколько кровь и отчаяние Это всегда Развязывает кошельки Ладно Показывай Только не сожри меня Ого Блин Тут хочется все потратить Нагрудник Как раз для меня Намного интереснее Но нет силы И других Плюшек Поэтому Да и стоит дофига Штаны На ловкость Телосложение Стойкость Как там штанишки Телосложение Сопротивление Земли и Яда Имеется 122 Плюс Одна стойкость Неплохие штанишки Конечно Повысить себе А что там у вора У вора Совсем печальные Штанишки Да Надо вору купить Так Это берем Это что Интеллект Мастерство Охоты Такой Сейчас я все деньги Всажу 164 Гидрософистика Обмен Блин Потеряем обмен Интеллект Можно его надевать Конечно во время Мастерство охоты И геомантия Хорошая вещь Хорошая Не самая лучшая Конечно Волшебный капюшон Искусство убийства Ладно Не трогай Эта сила нужна Это интеллект Сила для Интеллекта У нас не связана Это хорошо Офигенный щит Короче Вот это надо купить Еще Да Это мы купим Правда Потеряем В обмене Скрытность Инициатива Уклонения Скрытность Инициатива Уклонения Но у меня Чуть Даже лучше Ну конечно Брони Смотрите Сколько Скрытность Инициатива Уклонения 59 94 Кровосос 1913 Блин Это хороший Броню Повысить Да Прям хочется Их купить Скрытность Инициатива Уклонения 7% 94 Физики Конечно Тебе бы не помешало Подруга Магическая Станинца Прежней Не знаю Ладно 15 тысяч Сколько там 15 тысяч Все деньги Уходят Сейчас Может конечно Не стоит Этого Делать Могильщик Арбалет 84 Нихрена Себе Урон Ловкость Плюс 3 Восприятие Нет На этом Не надо Покупать Конечно Урон Намного Мощнее Думаю Мы что-то Найдем С вами Это Я укрепляюсь Перед Глядущими Битвами Все 11 тысяч У меня Остается Ну Толканул Так Толканул Ну Давай В любом Случше Надо Укрепляться Это Я еще Не видел Товары Соседа Так Существо Я В общем У тебя Купил Все Что Только Можно Сейчас Сибила Съест Руку Сибила Съест Руку Свою Жгучая Слепящая Боль У вас Вонзаются Клыки Появляется Магица Притягивает Руку Вы Тянетесь К ней Нужно Сдается Громкий Рыск Теплая Кровь Заливает Вас Затем Темнота Едкое Касание Слушайте Она Выучила Молодец Вот Что значит Руки Подбирать Всякие Едкое Касание Куда Она Добавилась Вот Она Некромантия Геомантия Как раз Ее профиль Уничтожает Броню Выбранного Персонажа И накладывает Эффект Кислота Круто Урон Урон Правда Не дает Но Эффект Кислота Дает А Физику Убирает Очень Неплохо Это Третий Навык Который Можно Использовать На Уничтожение Физической Брони У Сибилы У нее Два Уже Есть Да Неплохо Я съел Руку Надо Почаще Есть Человеченку Вот это Не продается Не знаю Почему Даже в товары Не добавляется Все Добавляется В товары Только не Это Как будто Квестовое Что-то Ладно Не важно Лоуси Отдай нам Штаны Что добавилось Где она Вот она Так Штаны 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 Стойкость Нет Давайте Начнем Не со штанов Давайте Начнем С ботинок Тебе Что Девятнадцать Четыре Скрытность Семь Уклонения Или тебе Я думаю Кому Мог Отдать Да Наверное Тебе Отдадим Ты У нас В бою Чаще Бываешь Три Процента Так Ничего Не потеряется Скрытность Только Добавится Кровосос Правда Исчезет Ну и Ладно Давай Свои Ноги Сюда Так Ловси 59 42 Потеряешь В этом Но Приобретешь В инициативе Уклонений Потеряешь Естественно Кровосос Добавится Но у тебя И так Есть Этот Кровосос Нет 7% Пусть Будет Сапоги Пока Продавать Не буду Пусть Пока Висят Что Еще Купил Кстати Вот Еще Капитан Комилет Компас Да Внешний Вот Что Мы Поменяем Сейчас Добавится Интеллект Мастерство Охот И Потеряем Обмен Будет Дороже У нас Все Но Ничего Не Поделаешь И Штаны Штаны Для Вора По Моему Да Телосложение Восприятие Стойкость Плюс 2 Или Тебе Выбирай Какую Хочешь 129 85 Телосложение Потеряешь Уклонение 30% Но Приобретешь Конечно Броню Я думаю Кому Опять Все Наверное Отдам Тот Который Со мной Дерется Плечо К плечу Давай Давай Так Так Эти штаны Можно продать Сапоги Оставить Медальон Возмездие Обмен Но Медальон Пусть будет Можно В последний Момент Будет Запихивать И Продавать И Меняться Вернее Лучше Все Я потратил Все деньги Какие у меня были У меня плюс Еще уровень Повышенный Надо будет Посмотреть Что-то Мне повысили Так Кто это Что это За зверь Торговать Товарищ Облизывает Пасть Черным Языком И Жадностью Смотрит На вас Вы Замечаете Множество Рядов Острейших Зубов До Самой Глотки Спросите Откуда Это Взялось Далекое Место Голодное Ваша Война Меня Притянуло Торгую Лидию Ох Три рамки Ой Три рамки Ай-яй-яй Четыре тысячи Но руны Это ладно Это мы Найти То можем В случае Чего Но Три рамки А эти Наверное Смотреть Не буду Сейчас Потрачу Все Замкнутая Цепь Класс Водная Стихия Волшебный Стижок Да Три рамки Обязательно Докупить Это мы Можем Выбить На принципе Может у меня Есть Где-то Там От рамки Редкость Скидка 3200 Ну конечно Обезучесть Если добавить Ну давайте Давайте Провернем Будем это Востоянно Делать Теперь Приторговле Но я обычно Аж торгую Вне серии Поэтому Поэтому Особо Вы это Не увидите Ну да 50 Монет Выиграл Даже 100 Может быть Три рамки Нам пригодятся Годится Все Денег нет Садил все Что мог Укрепился Как мог Неизвестно Что нас ждет Дальше За Монстры Убийцы Здесь Кстати Внизу Вон есть Телепорт Чтобы Сюда Не ходить Лишний Раз А телепортироваться Чтобы вопящих Можно было Обойти Ну как Все пролезть А вот Я уже Здесь Отлично Храм 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 Тинс Санделюса Есть Вопящих Убивать Не обязательно Тут еще Какая-то Собака Огромная Последний Лесной Тигр Это не Собака Здрасте Тумане Оу Оу Может Как-то Договорились Бы А Слушайте А если бы я сказал Не слушать Голос Давайте Попробуем Что-то мне кажется Это квест Тадатель Неплохой С него Мог Получиться Какой-то Голос Ну Понятно Все сумасшедшие Сейчас Попробуем Блин Далековаты Еще раз Зажжем Так Оно Прекрати Слушать Голос Сразу Говорю Тут Алтарь Еще Какой-то Тут Еще Проход Куда-то Ё-моё Тут Еще Что И Тут Какие-то Лесенки И Это Куда К Александару Как Тут Все Связано Что За Алтарь У вас Тут Листва Алтаря Шелестит Ветерок Нежно Что-то Нашептывает Вы Ощущаете Спокойство Несмотря На Порывающихся Тигр Рядом С Вами Вы Подбегаетесь Ближе И Вас Окутывает Дивный Аромат Пахнет Свежим Деревом Цветами Летней Полуночь Склонить Голову И Отчаянно Змолиться Тир Ценделюс Если Его Храм До сих Пор Стоит Может Ему Так Плохо Пришлось Как Остальным Запах Заполняет Ваш Разум Перед Глазами Все Плывет Вы Моргаете И Видите Что Стоите На Темной Поляне Завывание Ветра Вы Слышите Шепот Пробужденный Вы Оборачиваетесь На Голос И Видите Лежащего На Траве Олененка У Него На Голове Сидит Ворон И Вы Клевывает Пустую Кровавленную Глазниц Вы Собираетесь Отвернуться Как Вдруг Тело Дергается Пробужденный Ворон Поворачивает К вам Перемазанный Кровью Клев У Него Яркие Кроваво-красные Глаза Пробужденный Он Скарбканьем Взмывает Воздух И Делает Круг По Поляне Пробужденный Олененок Дышит Хрипло И Прерывист Мне Надо Вылечиться Прошу Чтобы Вы Смогли Дойти До Ключа Вознесения Мне Нужна Твоя Кровь Хорошо Вытащить Кинжал Из Пояса И Выпустить Себе Кровь Чтобы Она Потекла В рот Олененку Давай А Ничего Семья Крови Стоит Вашей Крови Оказаться На губах Олененка Он Дергается И Подается Вперед Принимая Ртовом Крани Вы Ощущаете Как Половина Вашего Здоровья Медленно Покидает Вас Да Не Половина А Все Вы Отнимаете Руку Разрывая Контакт И Видите Что У Оленя Отросли Два Длинных Острых Клыка Он Поднимается Пинает Что Вашу Сторон Удаляется Вау Вы Берете Его Дар Круглый Белый Камень Собираетесь Уходить Как Вдруг Что Холодное Тяжелое Пускается Вам На Плечо На Вас Смотрят Горящие Глаза Ворона Я Вижу Тебе Пробужденный Голос Звучит Хрипло Я Тебя Вижу Окровавленный Клюв Метит Вам Полумесяц Уходя Вы Не Можете Избавиться От Тупой Пульсирующей Боли В Глазниц Это Мы С Вами Активировали Еще Один Алтарь Я Так Понимаю Да Сахейла Попросила Убить Это Мы Видели Сахейла Сказала Это Мы Тоже Видели А Где Что Этот Безымянный Остров Тир Ценделис Предпочитает Взгляд Луны Это Мы Еще Сами Активировали Один Алтарь Можно Вылечиться Кстати Тоже Тут Еще Собаку Какую-то Добивать Три Солнца У нас Было До Этого Да И Один Полумесяц Ну что Давайте Поговорим С Этой Собакой С Тигром Вернее Глаза Тигрицы Закрыты Кажется Она Молится Это Мы Слышали Сказать Тигрицу Что Вы Не Виноваты Абсолютно Не Виноват Туман Смерти Вас Тоже Лишил Любимых И Близких Я Лишилась Всего Бормочет Я Последняя Она Не Слушая Голос Она Открывает Глаза И Поворачивается К вам Иначе Что Убьешь Меня Туманом Смерти Как Сгубил Мои Сестер И Братьев Это Наш Единственный Шанс На Жизнь Твое Сторожение Пообещайте Что Вернете Всех Лесных Тигров Когда Обретете Божественность Убеждение Не Удалось Успех Невозможен Успех Невозможен Блин Не то Нажал Какой Тебе Божественный Хотя Даже Если Тебе И Получится Посмотреть Что Натворил Прошло Леса Ничего Кроме Смерти Не Принес В эти Леса Нет Твое Слово Ничего Не Стоит Она Закрывает Глаза В горе Настав Глухой Рык Все Они Умрут Мой Король Ночью С То Что Убью Его Скалит Клыки Человеческого Мужчина Так Я не могу Ее убить Я не могу Ее убить Мне не жалко Последний Тигр Оставшийся В живых И мне Предлагают Его дважды Убить Сейчас Надо Сыграть На Какую Другую Эту Характеристику На Интеллект Может быть Попробовать Телосложение Не Прошло Божественный Видимо Не Так Это мы слышали Это слышали Видели Сказать Чтобы не Слушала Его Голос А то Что Сказать Что Если Она Примет Завет То Может На Седа Утратить Себя Сказать Ей Что Завет Это Ложь Он Не Дает Ничего Кроме Смерть Давайте Третье Выбор Успех Невозможен Да Вы Издеваетесь То Весь Мне Придется В любом Случа Убить Что Или Успех Невозможен Даже Нет Нет Этой Статистики Нет Провала Это Не Провал Это Вообще Невозможность Ничего Сделать Ничего Я Сейчас Третий раз Попробую Это Последний Уже Конечно Второй Не Сработало Ну Все Успех Невозможен Она Закрывает Глаза Голин Ставит Хуэр Рык Я Начну С Тебя Ну Извини Я Хотел Тебя Уберечь Я Хотел Но Не Получилось Так Что Там У Тебя Нет Иммунитетов Конец Тебе Дамочка Конец Да Нет Что Урон Какой Очень Очень Смешной А Че Такой Урон На него Броню Снимай Срочно Моей Фигней Страдаем Отлично Убрали Кое Как Что Дальше Будем Делать У нас Ненормальная Крит Отлично Сейчас Будет Бить Сибилу Отличный Удар И от Меня Мы Практически Убили Конечно Так Ну Пока Пока Говорю 20 тысяч Надеюсь Эльфы не сильно расстроились Что мы убили Последнего тигра Последний лесной тигр Хотя Наверное Был способ Какой-то Его оставить Живых Не знаю Я перепробовал Все Перепробовал Все Что мог Шептун Трава Еще Кто-то Будет У нас Выделываться Может Надо было Найти Другого Лесного Тигра Ей Все равно Это мы поговорили Торговцам С этим Тоже Тут Вопящие Их я пока Трогать не буду Иначе Ломанется Сюда Круг Черный Ну все Здесь Торговц Вопящих Можно Через Телепорт Обойти В принципе Ничего страшного Ладно Друзья На этом Закончим Следующей серии Я не знаю Надо пещеру проверить Эльфийский храм Да Все таки нам Нет не сюда Пещера где-то здесь Лунное Светилище Александр Смотрите Мы уже все Открыли Фактически Пещеру Надо проверить И найдите Этот капюшон Может там Что-то будет Спасибо Что смотрели С вами был Дмитрий Канал Шедвилилплей И до новых Серий Дивинити Оригинал Син 2 Пока